Здравствуйте, уважаемые коллеги! В последние десятилетия стандартизация стала мировым трендом развития здравоохранения и вопросов управления. В настоящий момент основными направлениями инновационного процесса в сфере сестринской деятельности являются разработка и внедрение системы управления качеством медицинской помощи, внедрение новых сестринских технологий, разработка и внедрение стандартов качества оказания сестринской помощи, повышение культуры обслуживания пациентов, проведение научно-исследовательской работы в сфере сестринской деятельности, подготовка кадрового состава, повышение профессионального уровня медицинских сестер. Деятельность современной медицинской сестры предполагает ежедневное использование различных стандартов, норм правильного, четкого и последовательного выполнения основных сестринских манипуляций, методика которых прописана в виде алгоритма последовательных действий. Применение стандартов облегчает работу медсестер, сокращает неоправданные расходы средств, времени, обеспечивает преемственность, улучшает качество обслуживания пациентов и результаты лечения. Согласно приказу Росстандарта номер 1775 от 27 октября 2020 года об утверждении программы национальной стандартизации на 2021 год и дальнейшую перспективу, одной из ключевых областей разработки является медицина и фармацевтика. Планируется разработка новых и пересмотр уже старых ГОСТов. Что же такое стандарт? Стандарт – это эталон качества, принимаемые для сопоставления с ним других подобных объектов. Что же такое стандартизация? Это установление норм, правил, требований и характеристик безопасности и качества услуги. Основная цель стандарта – оценка качества медицинских услуг, научно обоснованные требования к номенклатуре, единая оценка между учреждениями. Задача стандартизации – это установление единых требований к процессам, оборудованию, инструментам, повышение квалификации специалистов, соблюдение нормативных документов. Основными направлениями развития стандартизации являются стандарты медицинских услуг, условий оказания медицинской помощи, профессиональной деятельности, информационного обеспечения. Объекты стандартизации – медицинские услуги, технология выполнения медицинской услуги, техническое обеспечение, качество медицинской услуги, квалификация медицинского персонала, производство, условия реализации, качество лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники. Учетно-отчетная документация, информационные технологии, экологические аспекты, обеспечение этических правил. Базовые принципы стандартизации – согласие всех субъектов при разработке, единый порядок согласования, значимость, целесообразность, актуальность, комплексность, проверяемость. Нормативными документами стандартизации являются национальный стандарт, ГОСТы, отраслевые стандарты и стандарты и классификаторы, принятые на разных уровнях. Недостаток стандартов – это отсутствие технологий. В соответствии со статьей 37 Федерального закона номер 323 от 21 ноября 2011 года об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, стандарт медицинской помощи разрабатывается в соответствии с номенклатурой медицинских услуг в редакции приказа Министерства здравоохранения от 5 марта 2020 года номер 148 Н, в том числе с изменениями на 18 апреля 2020 года. Редакция актуальна на 2021 год. Включает в себя усредненные показатели частоты предоставления и кратности применения медицинских услуг. Существует два раздела медицинских услуг. Один определяет вид вмешательства, другой – сами услуги или комплекс медицинского вмешательства. Но при этом ни одна услуга не стандартизирована. Из чего следует, что необходимо разрабатывать стандарты, СОПы, специальные операционные процедуры, выполнение услуг и контроля качества за ними, а затем уже внедрять стандарты оказания медицинской помощи. СОП – это документ, который регламентирует выполнение процедуры и разрабатывается для управления качеством медицинской помощи. Основами для разработки СОПов являются стандарты, медицинской помощи, клинические рекомендации, национальный стандарт, технический регламент, приказы, методические указания. В нашем учреждении разработаны СОПы по инвазивным процедурам, по обработке рук, по разведению дезинфицирующих средств, пролежние, падение, СОПы для операционных, то есть те СОПы, которые являются приоритетными. Наблюдая и анализируя деятельность наших сотрудников, мы понимаем, где больше всего совершается ошибок при выполнении каких процедур, и эти процедуры прорабатываются в первую очередь. Четких требований к написанию СОПов не существует, поэтому мы создаем документ, предназначенный для стандартизации той или иной процедуры. Указывается область его применения, нормативные ссылки, термины и определения, сокращение, применяемое оборудование, указывается учетная документация, ответственность, требования к промежуточному контролю, указывается время исполнения, действия в ситуациях, отклоняющихся от нормы. СОП должен быть понятный, пошаговый, с визуализацией процедуры. На первой странице документа указывается наименование организации. В колонтикулах каждой СОП содержится наименование организации, название СОП, номер экземпляра, идентификационный код, номер версии, дата введения в действие, количество страниц. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 года, номер 785-Н, об утверждении требований к организации проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, вступившим в силу с 1 января 2021 года, в нашем институте осуществляется контроль качества оказания медицинской помощи, с учетом вида нашей медицинской организации, условий, форм и оказания медицинской помощи, перечня услуг, указанных в лицензии, на осуществление медицинской деятельности и направлено решение следующих задач. Совершенствование подходов к медицинской деятельности для предупреждения, выявления и предотвращения обращения рисков, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и минимизации последствий их наступления, обеспечение и оценка применения порядков оказания медицинской помощи, правил проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований, положение об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской деятельности, порядков организации медицинской реабилитации стандартов медицинской помощи, обеспечение и оценка соответствия оказываемой медицинскими работниками медицинской помощи критериям оценки качества, а также рассмотрение причин возникновения несоответствия качества оказываемой медицинской помощи указанным критерием, предупреждение нарушений оказания медицинской помощи, невыполнение, несвоевременного или ненадлежащего выполнения необходимых пациенту профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий в соответствии с порядками оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи на основе клинических рекомендаций. Принятие мер по устранению или устранению последствий и причин нарушения, выявленных в рамках Федерального государственного контроля качества. Принятие управленческих решений по совершенствованию подходов к осуществлению медицинской деятельности. Внутренний контроль в нашем учреждении осуществляется путем административных обходов, обходов совета старших сестер, опросов сотрудников и включая следующие мероприятия. Оценку качества и безопасности медицинской деятельности, организацию структурных подразделений путем проведения плановых, целевых и внеплановых проверок, сбор статистических данных, характеризующих качество и безопасность медицинской деятельности нашего института и их анализ, учет нежелательных событий при осуществлении медицинской деятельности, мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий с учетом стандартов медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций. Анализ информации о побочных действиях, нежелательных реакциях, серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов. Анализ информации обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью человека и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий. Имея на вооружении СОПы, прописанный в нашей организации и для нашей организации, нам гораздо проще осуществлять контроль качества предоставляемых услуг. Обеспечение качества и безопасности медицинской деятельности зависит от степени участия всего медицинского персонала, от медицинской сестры до главного врача, от умения работать в команде. Требуется не только квалификация и исполнительская дисциплина работников, но и творческое участие в работе. В нашем институте работают квалифицированные, дисциплинированные творческие сотрудники. Работая в команде, нам легко удается написание любого СОП, разработка материалов, помогающих сотрудникам повышать свой профессиональный уровень, проработка ошибок в процессе оказания помощи. Каждый участник чувствует свою персональную ответственность и вкладывает в работу учреждений все свои профессиональные знания и умения. Изучив, проанализировав и применив стандартизацию своей организации, мы пришли к выводу, что применение стандартов улучшает показатели качества работы, ведет к улучшению качества предоставляемых услуг, защищает медицинских сестер от ошибок, обеспечивает постоянное повышение профессиональных навыков, так как в стремительно меняющемся ритме появляются новые вводные, новые требования, дополнения, которые немедленно обрабатываются и применяются. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.